Так, друзья, небольшое видео по замене резины камеры в колесе электросамоката Xiaomi Mi GEM365. Очень много вопросов по замене резины от моих знакомых. Многие покупают самокат, но самостоятельно резину поменять боятся. Соответственно, я показываю, что в общем-то ничего здесь бояться особо не нужно. Это все достаточно несложно и даже никакого особенно хитрого инструмента даже может и не потребуется. На первом этапе мы снимаем вот эти пластиковые заглушки, предварительно отклеив наклейку. Наклейку у нас элементарно ножом ее можно снять. Значит, для откручивания я использую, как ни странно, отвертку Xiaomi Wow Stick с насадкой с таким шестигранником с небольшим. На пределе, но отвертка с этим справляется, если, конечно, там все у вас не прикипело сильно. Так, далее нужен нам будет крупный такой шестигранник. На этом этапе нам придется поддержку крыла, которую обязательно, конечно же, надо использовать, чтобы ваше крыло не ломалось. Ее нужно снять. Снимаем колесо. Далее начинаем работу с отдельным колесом. Очень важный момент, что нельзя использовать практически никакой инструмент, по крайней мере инструмент с острыми краями. Ну, например, вот как небольшую опору можно использовать, допустим, если у вас гладкий вот такой шестигранник, есть ключ. Нужно, например, подцепить им при разбортовке. Даже если вы снимаете резину с использованием каких-нибудь вот таких гладких инструментов, в принципе, это допустимо. Но будьте готовы к тому, что у вас на диске будут образовываться вот такие вот небольшие задиры. Я не знаю, насколько это критично, я, например, не слишком сильно на эту тему парюсь. Ну, вот, собственно говоря, поддеваем. Дальше дело уже идет. Ну, у кого сильные руки, в принципе, я знаю, что справляются и вообще без инструмента. Так, пол-дела сделано. Посмотрим на покрышку, посмотрите, что с ней произошло. За достаточно долгое период использования проехала она, наверное, на километров 500. На ней затертости, вот это вот удары, которые камера испытывает, несмотря на гладкие внутренние края. Камера, конечно же, задирается. Так, сейчас я проверил камеру, которую я снял. У нее действительно из-за износившегося слоя образовалось отверстие, через которое воздух уходил. Но очень часто бывает, что причина здесь не износ, а то, что вы наехали на что-то, на какой-то кусок проволоки, например, у вас может быть прокол. То есть может пробить и покрышку, и проткнуть камеру. В этом случае тут очень важно смотреть. Если вы просто достанете камеру, засунете туда новую, поедете, этот торчащий кусок проволоки, он вам проколет и новую камеру. То есть здесь очень тщательно нужно осмотреть саму покрышку на предмет, посторонних всяких воткнувшихся предметов, их обязательно извлечь. И только после этого уже ставить новую камеру. Так, отдельной идеей является то, что не обязательно вообще каждый раз приобретать новую камеру. Если у вас какой-то прокол на каком-то гладком месте, в принципе, все это дело латается. Можете подъехать в любой автосервис, и вам, например, делают вот такую заплаточку на месте прокола. Это все применяется даже с автомобильными камерами. И, в общем-то, достаточно хорошо себя ведет, не прокалывается. То есть, по крайней мере, в этом месте проколоть из-за двойного слоя уже будет невозможно. Скорее всего, в следующий раз у вас прокол будет где-то в другом месте. Вот это тоже допустимо. Можно сэкономить на одной камере, там, ну, рублей 600, допустим, сколько камера стоит. Берем новую камеру, проделаем все операции в абсолютно обратном порядке. Значит, камеру сразу же вставляем в покрышку и начинаем все это дело забортовывать на место. Вот, камеру сразу же, естественно, не накачиваем. Накачиваем ее только после того, как уже все будет установлено. Практически все забортовалось руками. Вот, единственное, как бы, последний вот этот момент. Его здесь очень сложно, конечно, голыми руками сделать. Оба! Ну, собственно говоря, все. Теперь осталось, чтобы все встало на свои места. Ну, и можно будет накачивать. Берем насос и накачиваем. Так, даже до 39-ти. После того, как накачали, сразу не торопимся снимать. Надо тоже проверить, что все ничего нигде не спускает. Нигде мы ничего не повредили при забортовке. Ну, или можно погрузить колесо в воду для проверки. Так, ну что, все проверено, все супер. Можно ставить на место. Единственное, при установке колеса, обращаем внимание, вот здесь есть специальные такие пазы. И, соответственно, нужно ось ставить именно так, чтобы эти пазы были строго горизонтальны. Вот таким образом. И еще раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что если колесо чуть-чуть установить под наклоном... А это можно сделать... У вас, например, может начать задевать тормозной диск по колодкам... То есть если это происходит... Если вы установили колесо, крутанули его свободным ходом... И он чего-то задевает... Либо диска задевает тормоза... Либо еще какие-то здесь появляются посторонние звуки... Нужно ослабить... Снова его подцентровать, так скажем, руками... И повторно уже закручивать... На завершающем этапе устанавливаем крепление крыла... И прикручиваем декоративные элементы... На этом все... Спасибо за просмотр... Тем, кому видео понравилось, а тем более пригодилось... Не забываем поставить лайк... Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся... Нажимаем на колокольчик... Все, друзья, всем удачи... Пока!